Но в принципе это касается инотропного эффекта. То есть какие-то... А ну-ка, переверите назад, верните, вот вы можете прочитать. Действие инотропных факторов может быть направлено на регуляцию двух процессов, определяющих силу сокращения. На увеличение числа взаимодействующих мостиков, какие? Это мостики между чем? Миазиновыми и актиновыми нитями. Или как называется еще? Миазиновые ножки, ручки. Так, и гистологию не знаете. Головки. Слышали такое? А, так да. На каждой мостике сколько головок легких сцепей миозина по биохимии? Две. О, наконец. Так, две. Значит, например, если больше выбрасывается кальция, откуда и саркопрозематического артикула, да, в кардиомиоцитах может прийти из интерстиции, понятно? Скелетных, столько саркопрозематических кальция, да? Понятно. А там может зайти. Так вот, ну, чем больше кальция, тем больше образуется мостиком между актиновыми и миозиновыми нитями. Чем больше мостиков будет работать. И тогда будет какой? Положительной инотропной эфиры. Согласны? Да. Согласны. Да. Ну, а можем мы улучшить работу вот этих легких сцепей миозина, вот этих головок. На интенсификацию процесса, протекающих в каждом отдельном пункте взаимодействия, то есть на кинетические свойства отдельных мостиков. Например, при действии катехоламинов, сердечных гликозидов, симпатической стимуляции. Ну, это как пример. И как выяснить, то есть на что действует этот фактор или вот это средство, да? Или на улучшение работы самих мостиков, или на что? На их количество работающих. Так? Следующий слайд. Так, ну, сейчас мы перерыв будем делать? Буднее. Хорошо. Ладно. Плюс поэээ, балл. Значит, вот правонвард предложил такую. Я немножко укоротил этот рисунок, да? Но перерисовал сам. Значит, вот бегут две лошади. Они бегут свободно, без нагрузки. И развивают вот какую-то скорость. Видите, вот эта желтенькая будет. Кривая. Да, графика. Здесь я отмечу нагрузку, а здесь я скорость. Ну, вот бегут они с какой-то скоростью. Я говорю, ну что бежите? Подвесил груз. Скорость их как? Увеличится или уменьшится? Уменьшится. Уменьшится. Вот она уменьшила, да? Пошла. При грузе. Вообще я привязал их к столбу. Это будет какое сокращение? Изометрическое. Ну вот, стремите. Значит, они развивают, ого, какую нагрузку, да? Это сама усилие. Ну, скорость их равна, но люблю. Хорошо. Я взял таких же, таких же. Четыре лошади, да? Или больше. Так, да? Ну, скажем, или увеличилось количество, имеется в виду, каких? Мизиновых головок, мостиков, и так далее. Да, работают. Значит, и тогда. Ну, скорость четырех, таких же, как вот этих двоих, будет такая же, такой же? Да. Да, значит, я получу опять же такой же резин. Да. Без нагрузки. Дальше я нагрузил. Но они, наверное, резьве понесут этот груз. Так же, да? Потому что их два раза больше. Примерно. Это не главное. Вот, видите, кривая приподнялась вот здесь вот. Я их привязал в столбу, поставил здесь динамон, и размеряю какую. Ну, в общем-то, хоть они и такие же, но уже четверо тянут. Тогда что? И, скажем, развиваемая сила будет больше. Понятно? Да. То есть я здесь увеличил количество лошадей, имея в виду количество работающих каких? Ну, поперечных мостиков. Значит, а тут я взял и заменил вот этих двух простых лошадей на откормленных, хороших, да? И что тогда получается? О, изначально, значит, они бегут с большей скоростью. Дальше нагрузил, да, они тянут, но больше, чем нормальные лошади, да? А дальше привязал к столбу, и они тянут, развивают больше усилия. Понятно почему? Потому что они лучше. Значит, и тогда, видите, вот эта кривая пошла параллельно. Это не параллельно, а вот здесь такое же, а здесь другое же, да? Ну, реально мы можем взять какой-то средний участок и сказать, если изменения, инотропный эффект развивается по вот этой схеме, это что значит? Лучше стали работать головки, миозиновые головки. А если вот по такому сценарию, синенькому, да, тогда просто больше стало миозиновых головок.